С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Дефицит бюджета Ненецкого округа возрастет до 4,3 млрд рублей. На Ринмаре состоялось очередное заседание администрации региона. В повестке дня значилось 10 вопросов. Один из главных – предварительный прогноз социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Доходы бюджета Ненецкого округа в следующем году по сравнению с запланированными на этот год могут снизиться на 30%. Такие цифры содержатся в предварительном прогнозе социально-экономического развития округа на ближайшие три года. Для разработки прогноза социально-экономического развития округа использовались статистические данные за последний отчетный период, а также оценка социально-экономического развития округа и сценарные условия, разработанные Министерством экономического развития. Кроме того, для составления прогноза использовалась информация, полученная от предприятий, фондов, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории округа. На прогноз повлияли и доходы от реализации Харьягинского соглашения о разделе продукции. В следующем году они будут снижаться. Также на снижение доходов значительное влияние оказалось снижение мировых цен на нефть и курсовая разница. Предварительный прогноз социально-экономического развития Нинистского округа основан на прогнозе цен на нефть марки «Юрлс» в 40 долларов США за баррель. В нынешнем году стоимость единицы топлива составляет 50 долларов баррель. Одним из источников финансирования региона станет привлечение кредитных ресурсов. До 2019 года он заложен в размере 4 миллиардов 300 тысяч рублей. Общий объем дефицита составит 25%. Как пояснила начальник управления экономического развития Нинистского округа Ольга Стрепетилова, эти меры вынуждены и пойдут на выполнение основных обязательств. То, что мы берем кредиты, это наоборот хорошо. Да, это позволяет округу выполнять все свои обязательства, в том числе и социальные обязательства, связанные с развитием образования, транспортной и иной инфраструктуры округа. В бюджете закладываются расходы на обслуживание долга, которые, соответственно, мы платим проценты. В Департаменте финансов и экономики исходит из того, что продолжится наращивание добычи на месторождении имени Трепса и в 2016 году состоится ввод в промышленную эксплуатацию месторождения имени Титова, также Лобоганского и Наульского месторождений. Утвержденный прогноз ляжет в основу составления проекта окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Также на заседании шла речь о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Труженикам тыла предложено единовременно выплачивать 50 тысяч рублей на проведение ремонта жилого помещения. Данная норма социальной поддержки предлагается по поручению президента Российской Федерации в рамках Ордкомитета Победы, а также по поручению губернатора Ординского округа. На сегодняшний день в округе на такую поддержку могут рассчитывать около 250 человек. Законопроект будет дорабатываться с учетом всех предложений. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.